всем привет и спасибо что заглянули на мой канал и сегодня в этом видео я бы хотела поделиться с вами своей историей похудения что меня смотивировала как я к этому пришла и как я вообще смогла трудно было не трудно хотелось бы вам рассказать я буду стараться чтобы это видео было максимально информативным последовательными конечно полезным и начать мне хотелось бы с предыстории немножко с предыстории сразу хочу сказать здесь не будет никаких дневников питания здесь не будет никаких рецептов здесь просто я вам немножко расскажу точнее поделюсь как мне удалось снизить вес на 25 килограмм поехали я с детства была обыкновенным ребенком с хорошим аппетитом хочу сказать да аппетит у меня был всегда хороший я никогда не перебирала еду у меня ни на что слава богу не было аллергии я ела все как вот были случаи маленькие детки вот мои братья сестры они из тарелки выбирали мясо картошку нет я ела все все что мне клали в тарелку я съедала конечно не обошлось и без бабушек и дедушек сами понимаете да в деревне когда родители отправляют в деревню своих детей там и оладушки там и блинчики там и пироги там и булочки а я очень любила выпечку я очень любила сладкая короче говоря я всеядная и в принципе я никогда не была худышкой но я никогда не была и толстая я была в меру упитанная вот есть это выражение но наверное ко мне подходит я и в детском саду ела все я и в школе когда у нас были завтраки обеды кушала все в общем то хороший у меня был аппетит не жаловались никто никогда не пытались меня накормить мама наоборот всегда говорила что юля когда возила меня к бабушке и дедушке чтобы они не переживали она всегда говорила что юля при виде еды голодная никогда не будет но так оно и есть мне кажется любой ребенок при виде еды не будет голодным с детством все школьные годы тоже я была как бы нормальная как положено как наверное развивалась согласно возрасту что ли так можно сказать в юности тоже я как бы опять же никогда не была худой но и толстый тоже не была вышла замуж забеременела родила ребенка после родов наоборот значительно похудела и как-то даже не заморачивалась по поводу диет по поводу веса по поводу внешности ну как бы ну какая есть а потом где-то после 2002 года стала замечать что что-то я стала полнеть это было заметно и по вещам и по щечкам и начала пробовать как все наверное да всякие разные диеты понимая что я себя чувствую некомфортно как бы но не то что некомфортно просто понимаю что что-то не то вот а каждая девушка женщина конечно хотела бы быть в гармонии с собой в гармонии со своим телом я была всегда активная как бы опять скажу сильно не заморачивалась но это стало для меня уже заметным и я как все начала лопатить разные диеты минус 60 кремлевская гербалайф гречневая добралась до кефирной для меня она показалась такой приемлемой знаете там такой принцип целый день пьешь только кефир а на следующий день можно все а в тот день когда ты пьешь кефир больше нельзя ничего на ночь только стакан теплой воды ну как-то я так сначала замешкалась думаю как я на кефире буду целый день решила попробовать но выдержала один день с трудом но выдержала на следующий день отрывалась потому что там допускались даже макароны и мороженки какие-то пироженки короче говоря я на такой диете сколько я на ней сидела нехорошее слово сколько я была на такой диете но где-то наверное месяца три и у меня знаете так у меня попадали в дни голодные дни в дни кефирные у меня еще я ходила в зал у меня попадали тренировки я похудела и как только как только я прекратила так питаться то есть день кефир день все мои килограммы с радостью ко мне вернулись вес возвращается еще и берет с собой пару тройку лишних килограмм и я поняла что в общем то как то мне это не нравится я отчаялась и прекратила дальнейшее похудение таким образом думаю ну значит я такая должна быть вот я такая какая есть как в той песне у голицыной но потом вес стал расти 75 80 85 опять же я вела активный образ жизни я садилась на шпагат при весе 90 килограмм то есть чувствовала себя в принципе комфортно в гармонии была у меня не было депрессии у меня не было плохого настроения по поводу там что я толстая что я там просто просто у меня начала болеть спина вот я заметила у меня начала болеть спина вот особенно когда ты стоишь моешь посуду в одном положении долго я там и так и сяк переминалась ноги на ногу ну я думаю но болит не знаю не ходила к врачу там назначила себе короче говоря сама раз в три месяца деклофенак мне муж колол деклофенак потом это проходило на какое-то время мне это помогало проходит там три месяца опять спина хватает опять деклофенак вес все тот же там восемьдесят девятьсот девяносто доходило ну там шаг влево шаг вправо на чуть-чуть и знаете не было бы счастья да несчастье помогло как говорится просто однажды утром я просыпаюсь у меня до такой степени было больно встать с постели я встала и вы знаете прям по стеночке по стеночке по стеночке понимаю что мне больно понимаю что мне тяжело и как-то я подумала ну что то мне этот деклофенак на три месяца не то это неправильно пойду-ка я к врачу я пошла к врачу к неврологу сделала компьютерную томографию она показала что у меня две грыжи две грыжи не маленькие в одном сегменте на приеме врача у меня там долго объяснял показал муляж позвоночника показал что вот эти вот фиброзные кольца которые между ними они были истощены то есть там не было жидкости которая там должна была быть и вот у меня вот это вот грыжа которая появилась она давила на нервное окончание за счет того что обезвожены были эти кольца да и поэтому были такие боли то есть он мне тогда сказал ну в принципе если совсем прямым текстом то либо инвалидное кресло либо вам нужно сбрасывать снизу снижать вес и девчонки это было наверное самая-самая ну что ни на есть мотивация но как иначе да или инвалидное кресло или или нужно снизить вес ну конечно нужно снизить вес потому что я работаю в детском саду музыкальным руководителем у меня достаточно такая активная работа несмотря на то что это детский сад но тем не менее и он мне кстати сказал что вертикально прыгать вы можете только лишь спасая свою жизнь то есть настолько вот она у меня она меня беспокоило и конечно на семейном совете было принято решение снижать вес как это будет как это что это получается в принципе мне либо заклеить рот скотчем либо я не знаю как это вот чтобы его так быстро снизить чтобы я могла хотя бы нормально там двигаться чтобы у меня не болела эта спина и мой муж наблюдая за тем как я худела до этого то есть перебирала эти диеты мучила себя особенно когда я вот с гербалайфом связалась вообще меня ругал он мне посоветовал сразу девчонки мальчишки предупреждаю что это не реклама это то что через что я прошла сама я вам говорю из своего опыта он мне посоветовал зайти на сайт сайт называется школа своего тела ведет который этот сайт ведет этот сайт алексей валентинович фалеев достаточно знакомая личность вы можете о нем почитать у него там очень много своих авторских методик очень там целый форум там народ переписывается там советуются друг с другом там есть какие-то программы питания блюда рецепты дневники питания и он меня поддержал в моем решении это было естественно плюс ко всему доктор назначил мне медикаментозное лечение и гимнастику и вот в совокупности с лечением с гимнастикой и с началом моего похудения конечно я достигла определенных результатов я сейчас пущу несколько фотографий до это где-то 14-15 год и я продолжу и 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 Сразу хочу сказать, что это авторские методики, поэтому нарушать права автора я не буду, и рассказывать о ней я не буду. Я всего лишь хочу, может быть, посоветовать или порекомендовать, кто хочет снизить вес правильно, обратиться к Алексею Валентиновичу, зайти на этот сайт и принять для себя единственное правильное решение. Я с ним похудеть смогла, хотя не верила, это платно, и на тот момент это стоило, была акция стоила полторы тысячи рублей, это методика, система, это не диета, состоящая из пяти этапов, которые присылались мне регулярно. С автором данной методики у меня была обратная связь, то есть это не вот вам дали эту методику, точнее продали и кинули вас на произвол судьбы, нет, у нас была обратная связь. Если у меня возникали какие-то вопросы, я их обязательно задавала и получала на них ответы. Более того, прежде чем автор присылает вам эту методику, вы пишете и рассказываете все о себе, о своих хронических заболеваниях, о своем образе жизни, рост, вес, что вас беспокоит, хотите ли вы похудеть, или хотите наоборот набрать мышечную массу. И согласно вот такому рассказу вам подбирается определенная программа, я купила эту программу и начала свое похудение. Сразу еще такая ремарочка, хочу сказать, что девчонки, я начала худеть в июне шестнадцатого года, извиняюсь, и это немаловажный фактор, почему? Потому что в зимнее время, точнее не в зимнее, а в холодное время года, но это у нас, как правило, зима, осень, не рекомендуется сидеть на этой системе, потому что это и трудновато, да, как бы зимой мы наоборот набираем вес, так или иначе, хотим мы этого или нет. Вот, и как-то, ну, наверное, организму и так тяжело, витаминов не хватает каких-то и так далее и тому подобное, поэтому все-таки весна, а лучше лето. Вот я начала в июне месяце, строго в назначенное время, то есть особенно женщинам, не вот я вот решила завтра или там, я решила с понедельника, как мы часто делаем, да, и я буду с понедельника худеть. Нет, там строго в определенные дни, это касается женского цикла, поэтому здесь тоже нужно быть аккуратными. Я начала в июне, и эта система продолжалась где-то, наверное, около полугода, было пять этапов, я благополучно их прошла и похудела на 25 килограмм. Не верила. Субтитры создавал DimaTorzok И, в общем-то, уже февраль, сегодня на дворе у нас 6 февраля 2019 года, и, в общем-то, девчонки, я хочу сказать, что мой вес держится. Я дошла до 65, но поняла, что это не мой вес, тяжело мне было в этом весе, не мой это вес, мало для меня, хоть и говорят, там, если рост метр 65, да, вот как у меня, то и вес должен быть 65. Нет, не согласна, все-таки мне 41 год, и как бы 65 килограмм для меня маловато. Сейчас я вешу 68-69, в КД мой вес повышается до 70, ну, может быть, там, 72. 70-72, в зависимости от того, сколько я пью жидкости, а жидкости я до сих пор считается только воды. Жидкость – это вода. А жидкости, то есть воды я пью до сих пор 2,5-3 литра в день. Может быть, это уже для меня и много, но я не потому, что, я извиняюсь, я немножко простывша, не потому, что надо, а уже просто потому, что я привыкла, и я без воды не могу. У меня на работе бутылочка с водой всегда, я дома пью воду, отмеряю себе литрами, и обязательно перед едой вода за полчаса, там, за 20 минут где-то. И до сих пор я пью витамины, это омега, карнитон, илеутерококк, супрадин, кардиомагнил, пропиваю периодически эти витамины. И, в общем-то, я хочу сказать, что вот сколько получается, 2,5, почти 3 года, и вес у меня, ну, со мной. То есть я не набрала. Но были новогодние праздники, 17-й год, 18-й год, 19-й год, конечно, конечно, я шалила. Ну, как шалила? И шампанское, какие-то сладкие алкогольные напитки, наливочки, ликеры, и салатики майонезные, и сладости, тортики, пироженки. Всё это, конечно, даёт о себе знать. Естественно, это уже как образ жизни, понимаете? Вот эта система, она нас мотивирует, стимулирует вот к этому образу жизни. То есть это нужно понять. Если вы решили снизить вес, вы должны хорошо понимать, что вы должны правильно питаться. Все, да. Так, то есть понятно, что бывают какие-то отступления. В праздники мы нарушаем, да, там дни рождения есть. Можно, но потом всё это приходит в норму, и не надо устраивать себе никаких голодных дней после того, как вы что-то попраздновали, где-то попраздновали. Я, например, так не делала. Вот отгуляли мы новогодние праздники. Я исключительно замечательно не отказывала себе ни в чём. А потом просто постепенно возвращаешься, просто постепенно возвращаешься в свой привычный будничный ритм. Это на завтраке овсяно-блины у меня с разными начинками. Это овсянка в банке. Это какой-то, может быть, белковый завтрак, как яичница, омлет. Я не знаю, там, хлеб мы исключительно делаем сами теперь полезный. Если я ем хлеб, то только тот, который печёт Игорёшка. Это было у нас видео, мы выкладывали хлеб из-за трубей. Вот. А так, в общем-то, я могу сказать, что за своим питанием я слежу. То есть, это не вот, я сбросила 25 килограмм, и рада, не знаю как, и всё. И можно теперь жить, как раньше. Есть пельмени, как я ела, вот такая миска пельменей, хорошо сдобренная майонезом, ещё и с хлебом. Нет, так я уже не кушаю. Если мне захотелось пельмени, я их себе варю. 5-6 штук в бульоне. Если без бульона, могу там десяток съесть. В этом ничего страшного нет, и, конечно, без хлеба. Но бывает с майонезом, да. Майонез я заправляю салат майонезом. То есть, считаю, что не до фанатизма я сейчас питаюсь. Нет, без фанатизма, точнее. То есть, я стараюсь правильно питаться, но без фанатизма. Из сладкого, если, опять же, какой-то день рождения или праздник, я позволяю себе съесть что-то сладкое. Если это простой, обыкновенный день, я делаю себе запеканки ПП без муки и сахара, суфлешки, чизкейки ПП. Вместо печенья использую овсяную муку, которую сама молю из хлопьев. То есть, все настолько, в принципе, легко, если... Тут еще, понимаете, тут работает психосоматика. Ой, я не смогу без сладкого, ой, как я похудею, я так люблю тортики. Да я тоже всю жизнь любила и люблю тортики. Я когда худела, когда была на системе, я вот так хотелось жареной картошки. Вот порой вот моя семья ест жареную картошку. Я вот так вот подойду, понюхаю ее и как будто бы поела. Было трудно, не скрою, было трудно. А потом там задача была достаточно сузить желудок. Вот как только желудок сужается, количество пищи, количество потребляемой пищи становится совершенно другое. Там просто вы не съедите больше, чем вас влезет, скажем так. Вот, поэтому на самом деле, вот до этого я почему начала с предыстории. Все эти диеты, они очень пагубно действуют на наш организм. Вот я вас призываю, не издевайтесь над ним. Ни кефирный, ни гречневый, ни минус 60, ни герболайф, ни дюканы. И я считаю, что вот, ну опять же, я это за себя говорю. Здесь все, конечно, индивидуально. Просто я рассказала свой путь похудения. И если кому-то интересно, можно просто почитать сайт «Школа своего тела». Автор этого сайта Алексей Валентинович Фалеев. Хуже не будет, если вы там заглянете, посмотрите, что-то решите для себя. Опять же, все, конечно, индивидуально, но я не верила, но я ж могла, как говорится. Я смогла. У меня получилось. У меня получилось и держать этот вес. Я его держу. И вы, когда просмотрите фото до и фото после, я думаю, что вас это тоже как-то, может быть, смотивирует. Потому что, в общем-то, полгода это не так много, зато без вреда. И сейчас я живу, как бы, и у меня в голове всегда вот эта вот моя фотография. Я, конечно, на холодильник ее не вешаю, но она всегда со мной. Фотография, где я вешу 90 килограмм. Девчонки, это ужас. Это, конечно, прибавляет и года, это, конечно, тяжело. И бедный мой позвоночник, кстати. Вернемся к моей спине. Меня смотивировало худеть именно боли в спине. Так вот, они у меня прошли. Я больше не колю диклофенак. Тогда вот я как прошла, это был конец 15-го года, начало 16-го, наверное. Я как прошла лечение, назначенное доктором. Он мне тогда назначил мавалис, мельгаму, гимнастику, какие-то таблетки я еще пила. И все. Вот, 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 в добрую минутку, что называется, сказать. К уколам и к таблеткам я больше не возвращалась по поводу спины. Бывает, бывает иногда, когда я ее перегружу, там, какими-то физическими нагрузками, там. Но у меня больше не было такого, чтобы я утром встала и, грубо говоря, не почувствовала правую ногу, вот как у меня было. Это страшно. Поэтому, конечно, мотивация у меня жесткая была. И я стояла перед таким выбором, как говорится, быть или не быть. Поэтому тут без вариантов. Тут без вариантов. И просто спасибо огромное моему мужу, который меня направил на этот сайт. Все прошло гладко, все прошло, опять же, без вреда для здоровья, что самое главное. И я больше не ем тазами пельмени. Они просто в меня не влезут. То есть я стала культурно. Нет культа еды, культурно кушать. Чаще, намного чаще. То есть 5-6 раз в день добавила 2 перекуса. Ну, это, наверное, у всех, все ппшники об этом знают. Чаще, но культурно. Поэтому, девчонки, я надеюсь, это видео было для кого-то полезным. Может быть, для кого-то неполезным. Так что ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Если будет желание, пишите это в комментариях. Можно сделать стрим и в прямом эфире пообщаться по поводу этого. Я вам расскажу, как я питаюсь сейчас. Расскажу рецептики. Поделюсь рецептиками, которые я себе делаю. Это в большей степени касается сладостей. Сладкого, конечно, хочется. Но я заменяю простые тортики, конфеты полезными сладостями. Это белевскую пастилу очень люблю. Белевский зефир. Коломенская пастила очень вкусная. Опять же, немного. И в первой половине дня почему бы и нет. А так сама делаю суфле, пп-чизкейки, пп-запеканки. Так что добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь. И если будут какие-то вопросы, конечно, задавайте. Еще раз надеюсь, что это видео было кому-то полезным. Здоровья вам, гармонии, удачи, успехов. И чтобы кто собрался похудеть, снизить вес, удачи. И у вас все получится. Нужно только верить в себя и поставить перед собой цель и смело к ней идти. И пусть вам помогают в этом ваши близкие, ваша семья. Меня моя семья очень поддерживала. Очень. За что я ей очень благодарна. Всем удачи, всем пока.